Высокое денежное довольствие, льготы и гарантии для всей семьи, престиж и высокий социальный статус. Все это получает каждый поступающий на службу по контракту Вооруженные Силы России. О том, как заключить контракт с Министерством Обороны, какие еще преимущества есть у военнослужащих и что мотивирует мужчин к военной службе, расскажет мой коллега Антон Войтович. Когда зовет Родина, сложно остаться в стороне. Материальное обеспечение, социальные гарантии и, словом, уверенность в будущем. Все это немаловажно для тех, кто заключает контракт. Но во главе угла у этих мужчин стоит чувство долга. Почти все они не новички. За плечами уже годы службы. Я прошел срочную службу. В боевых действиях я не участвовал. Я вообще считаю, что каждый мужчина должен защищать свою Родину. Плюс наша армия дает такие гарантии, льготы, что я могу быть уверен, пока я защищаю свою Родину, Родина защищает моих близких, мою семью. Мои дети всегда будут устроены в садик, в школу, в дальнейшем в высшие учебные заведения. Житель окружной столицы Николай недавно вернулся с Донбасса, где принимал участие в специальной военной операции, куда отправился добровольцев еще в первых рядах. Отдохнув от ратного труда и получив положенные выплаты, мужчина стал всерьез задумываться о заключении контракта. Когда вернулся, позвонили из двух военкоматов. Из региона, где я прописан, и из местного, с Югры. Там по прописке льгот гораздо меньше. Региональная выплата 120, а в Югре 500. Выбор очевиден, если заключать контракт, то только в Югре. Чтобы заключить контракт, вам предстоит пройти несколько простых шагов. Для начала прибыть в пункт отбора. В окружной столице он находится по адресу Карла Маркса, 12. При необходимости вам оплатят проезд от вашего населенного пункта. Надо только обратиться в местную администрацию, а также предоставят гостиницу. Затем сдать военный комиссариат пакет документов. Получить направление на медицинский осмотр, который займет не более одного дня, после чего получить предписание. И убыть в именной подразделениях Антамансийского автономного округа Югры. Все граждане от 18 до 60 лет могут обратиться в наш пункт отбора в Антамансийске по адресу Карла Маркса, 12. Сегодня у нас первый день открытия. Как вы наблюдаете, граждане уже обращаются. С ними ведется беседа, они заполняют документы. Отборочные мероприятия проходят в течение светового дня. Граждане приходят, пишут заявление, проходят медкомиссию, соответственно, оформляются и на следующие сутки уже убывают в воинскую часть. В воинской части они проходят обучение в течение месяца, и после этого только убывают выполнять свою боевую задачу. Для формирования личного дела необходим стандартный пакет документов, как и при любом трудоустройстве. Комплект фотографий, документы в образовании, естественно, военные билеты, паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о браке и рождении детей, при наличии СНИЛС, ИНН и банковские реквизиты. А уже в военкомате вам предложат заполнить анкеты и написать автобиографию. Подписав документы, вы получите единовременную федеральную выплату 195 тысяч рублей, еще 250 тысяч из регионального бюджета сразу по заключению контракта и столько же по его окончанию. Минимальное денежное довольство контрактника от 204 тысяч рублей в месяц. Также все югорчане, проходящие службу в зоне СВО, будут получать по 150 тысяч рублей каждые 4 месяца. А пока военнослужащие исполняют свой долг, родина позаботится об их семьях. В Югре действует беспрецедентное количество мер поддержки не только самих контрактников, но и их близких. Антон Майтович, Леонид Чемляковки, радиокомпания Югра, Ханты-Мансийск.